Соответственно, если будет объявлен математический грантовый комитет, то об этом будет объявление на сайте РФРИТА, и там будет четкая инструкция, что делать, если вы соответствуете тем критериям, которые будут обозначены. Рассмотрение проекта. Когда мы рассматриваем на то, что он не противоречит 550 постановлению, не противоречит конкурсной документации. Это очень важный момент, потому что это первые документы, которые потом становятся в основу тому пакету документов, которые в трансляции идут. Поставьте плюсики, если есть. Если есть звук. Все, звук есть. Проверили. Очень важно для того, чтобы вся последовательность документов от первой заявки, презентации, справки о соответствии требований 550 постановления, решение грантового комитета, пакет документов, которые формируются совместно с фондом на втором этапе, и соответственно само соглашение, представление грантового финансирования были правильно оформлены, и вся эта циклочка была отслежена. Потому что ни нам, ни вам не нужны дополнительные риски. И сейчас, когда вы исполняете заявку на ИПГУ, нужно быть внимательным. Мы сократили объем заявки до 4 листов, плюс презентация. Разный объем, от 6 до 20 слайдов люди используют. В принципе, главное соответствовать требованиям конкурсной документации, они не такие сложные. Напоминаю, что заявка, здесь я уже со социальными знаками написал, потому что этот слайд мы готовили после того, как проанализировали основные замечания, которые мы вынуждены были давать на некоторые заявки, не соответствующие требованиям конкурсной документации. Очень важно, что ваша заявка содержит информацию о параметрах проработанного проекта. То есть требования к проектам, они не изменились. Требования 550 установления, они не изменились. Сумма гранта даже выросла. Наша ответственность как фонда за эти деньги, она тоже не изменилась, она такая же большая. Поэтому очень важно, пускай сокращенный перечень требований. Если по предыдущей заявке у нас чек-лист превышал 200 пунктов, то по нынешней заявке это 41 пункт, из которых содержательных, но может 15, все остальное соответствует участникам, что российское юридическое лицо, о том, что предоставлены документы, что их можно открыть и прочитать и так далее. Содержательных не так много. И презентация, которая описывает проработанный проект. То есть проект на 400 миллионов, допустим, который вы подаете на 100 миллионов, он действительно в этой презентации полностью проработан. Ваш проект находится в стадии пилотирования или проектирования. Это означает, что у вас есть уже проработать технические, тогда планы с пытанием. Если это уже пилотирование, то тогда работающая альфа-версия. И это явно не стартап, это явно не только идея, это проработанный проект, который на втором этапе позволяет вам очень быстро расформировать комплект документов. И справка. Я о ней говорил. Это требование 550-го постановления, ее надо внимательно заполнить. Справки всего лишь 8 пунктов. Она свидетельствует о том, что вы на последнее число месяца предшествующего дате подачи заявки соответствовали 8 пунктам, которые предусмотрены в 550-м постановлении. Поэтому там в презентации должна быть дата, печать, подпись, как на форуме справки. И там обязательно должны быть все пункты. Что очень странно видеть заявки, когда в справке почему-то удален 8 пункт про терроризм. Мы перезваниваем иногда, когда хотим уточнить, разобраться, что с заявкой. Объяснение о том, что не помещалось на благо компании, на один лист. Но так себе объяснение, к сожалению, такая заявка будет. В таком заявлении будет предложено доработать и подать еще раз. Если необходима доверенность, здесь мы отдельно проговорим. Задача нашего вебинара не описывать сейчас полный пакет подачи документов, а задача просто показать, какие формы изменятся. И когда будет сам релиз, тогда мы, во-первых, опубликуем новость на сайте Арфрита и проведем еще один вебинар, где я в режиме онлайн на новой форме заполню заявку. В том числе и вы спрашиваете, где взять заявку, где взять, уже отвечаю. В том числе и презентацию, для того, чтобы было понятно, что ничего сложного нет в том, чтобы выполнить формальные требования. Но качество проекта должно быть высоким. Итак, проходим по формам. Первое. Все писательные формы остались без изменений. То есть там анонс конкурсного отбора по разработке российских решений начать. Тут изменений никаких нет. Движение о заявителе мы из ЕСИО начали подтягивать КПП. Из ЕСИО это единая система идентификации и аутентификации. И теперь мы подтягиваем из нее КПП. Для нас это важно, по нему мы можем определить регионы, дополнительные... Если у вас КПП не заполнен у юридического лица, то вам будет предложено дополнить эту информацию. Это стандартно у каждой компании на ЕПИГО отработанный процесс. Изменения формы, новые формы появляются. Первая форма для сайтов сети интернет. Все эти формы, они содержались как запрос в таблице бумажной заявки. Вот как было написано на втором или третьем слайде. Теперь скан бумажной заявки загружать не надо будет. Все надо будет загружать сюда на ЕПИГО. И я надеюсь, количество замечаний резко сократится. Потому что, как минимум, возможности в трех местах уже написать по-разному не будет. Остаются два места, где надо будет указать правильно свой проект, стадию реализации, приоритетной управления. Так, дополняется форма сайт сеть интернет. И, соответственно, она уходит из бумажной заявки вместе с ней. Сведения о полномочном листе. Срок полномочий руководителя. Если он не ограничен, то ставите «да». Если ограничен, то ставите «нет». И вводите дату. Раньше это надо было вводить в бумажной форме из камеры. Заявитель выступает ли контактным лицом «да», «нет». Имеется ли контактное лицо у полномочия. Правильно. Новые формы. Дальше. Следующие новые формы. Ответственно. Здесь идет. То есть данные лица у полномочного взаимодействия с оператором в рамках конкурсного отбора. И в случае, если у вас это не генеральный директор, необходимо загрузить доверенность в него. О том, что действительно доверяются такие значимые действия, как подача заявок. И, соответственно, представлять в дальнейшем заявителя по взаимодействию с оператором. Потому что нам приходят письма иногда на отзыв заявки. И, впрочем, отозвать заявку мы обязательно перезваниваем по контактному телефону. Мы убеждаемся, что либо генеральный директор, либо контактное лицо действительно ее направляло. Было, как минимум, два случая, когда письмо на отзыв заявки приходило, но при прозвоне выяснялось, что это какой-то формы. Не совсем официальное обращение. Дальше пошло. Изменение на формы. Изменилась форма. Было сведения о проекте. И, соответственно, на блогах вписывает контакт. Сейчас у нас добавилось краткое описание. Цель проекта и описание решений. Этот пункт был в заявке. Соответственно, наименование решения у вас вы указывали в презентации. Сейчас в формах ЕПГУ вы вбиваете всю эту информацию. Есть ограничения небольшое по количеству символов, но для того, чтобы описать проект, это вполне достаточно. Для чего поставили ограничения? В бумажных заявках были такие заявители, которые в четырехстраничную заявку вставляли 60-страничную заявку, поданную в 2021 году. И это, конечно, отдельный квест, ее вычитывают для того, чтобы собрать оттуда все параметры, понять, а потом мы еще начинаем сравнять совпадать ли они с теми, что находятся в презентации. Поэтому нужно внимательно смотреть. Наименование проекта и разрабатываемое решение. Да, писать через запятую. Если вы поставите в скобках решение, мы разберемся. Главное, чтобы было наименование проекта. Хороший стиль, если наименование проекта начинается со слов «доработка» или «разработка», потому что у нас конкурс на отбор. По разработке или доработке российских решений. Поэтому начинайте со слова «доработка» или «разработка», и как минимум одним вопросом сразу по сути проекта становится меньше. Если вы здесь написали одно наименование, желательно, чтобы оно было точно таким же в презентации. Потому что, когда просто переставлены слова, еще можно понятно, что речь идет о том же самом проекте. Но когда еще и разные проекты в заявке и в презентации, возникают сложности и появляются замечания. То есть, в данной форме у нас появился выбор приоритета направления точно так же. Но самое главное поле – это описание проекта. В процессе работы с заявкой, когда мы ее классифицируем, к какому, возможно, отраслевому решению она может относиться, к какому направлению решения. Мы очень часто берем информацию, как правило, из краткого описания проекта. Новые формы. То есть, появилась форма, добавилась, раньше была бумажная заявка, информация о ранее полученных мерах государственной поддержки. Да, нет, выбирайте, если была, то тогда подробно описывайте, какой результат у нее был, для чего это делается. Когда вы пройдете все этапы, пройдете первый этап, будете поддерживать на гранатовом комитете, на втором этапе сформируете полный портфель документов по проекту. И на независимой экспертной оценке у вас будет бальная оценка вашего проекта, которая будет влиять на положение вас в ранжированном перечне. И в случае, если у вас есть опыт работы с государством, успешно, так что вы там получили меру поддержки, успешно по ней отчитались, прошли акселератор, все выполнили успешно, при прочих равных предпочтений будет отдано вашему проекту. Есть специальный множитель, кто изучал КД, видели. Формат защиты проекта. Как правило, формат защиты открытый, но если у вас есть какие-то противопоказания к публичности, ваш заявка все равно не должна содержать государственную охраняемую закону тайны, но вы можете написать, что хотите закрытую защиту и подробно обосновать. Когда вы будете на экспертной оценке, эксперты с вами обсудят этот вопрос для того, чтобы убедиться, что действительно вы должны защищаться в закрытом режиме, без трансляции или выступления на какой-то открытой площадке перед грантовым комитетом и экспертами, возможно, глашевыми лицами. Тип заявки. То есть по проекту подается впервые, либо если подается повторно, сюда надо включить номер ранее поданной заявки. Для чего это делается? Для того, чтобы мы не проверяли ее все полностью с нуля, не обращались с экспертом, а сразу она пойдет к тому менеджеру, который с ней работал, он проверит, что те рекомендации исправлены. Это, поверьте, сократит срок ее прохождения. Остаются без изменений, но я на слайде разместил, крайне важные формы на EPU, это загрузить презентацию проекта, то есть презентацию проекта, которую вы сделали и здесь обязательно проверили, что все ваши параметры совпадают. То есть в крайнем случае вы можете посмотреть черновик, сохранить, скачать его в виде PDF, распечатать ваши заявки, которые на EPU формируются и посмотреть внимательно, чтобы все данные совпадали. То есть сумма в заявке, сумма на презентации. Сроки начала, окончания проекта, план графики, они совпадают. Длительность этапов, если вы указали, план графики на презентации на слайдах, они совпадают. Потому что с одной стороны, конечно, что тут такого, если отличаются сроки реализации, но получается, что презентация про другой проект. А когда мы дойдем в иногрантовом комитете и на соглашении, разумеется, все эти параметры должны четко фиксироваться. Если вы в заявке пишете одну длительность, презентацию указываете другую, то большой, она просто не соответствует друг другу, какой-то из документов можно считать не подан. Про, здесь номер ранее поданной заявки, номер присвоенный на госуслугах, да, совершенно верно. То есть, если вы только подали заявку, потом назвали, допустим, то у вас будет цифровой номер. Если вы получили решение по заявке, то тогда у вас там будет ГНИ и две группы цифр. Вот вторая группа цифр, она совпадает с вашей заявкой, которая первая. Можно в презентации, тогда не дублирует всю эту информацию. Нет, нужно ее дублировать. Петр Васильев спрашивает. Нужно ее дублировать. Почему? Потому что вы будете выступать на публичной защите и перед экспертами, и перед грантовым комитетом, демонстрируя презентацию. У вас будет у экспертов 10 минут, на грантовом комитете 5 минут, а может быть даже и меньше. То есть, формат защиты. Если члены грантового комитета или эксперты для того, чтобы увидеть ключевые параметры, а мы просим ключевые параметры, должны будут искать их в вашей заявке, но они не увидят презентацию. А для зрителей, для тех, кто будет видеть трансляцию, у них вообще заявки не будет. Поэтому всю ключевую информацию надо указывать в презентацию, чтобы она была собрана в одном документе. Она является неотъемлемой частью заявки. Прошу вас внимательно относиться. И формально, если, допустим, есть раздел обоснования необходимости грантовой поддержки. Формально вы можете написать. Наше решение что-то импортозамещает. Что-то написано. Можете даже написать нет обоснования. Формально это засчитывается. К экспертам такая презентация попадет. Но в точке зрения публичного выступления, диалога с грантовым комитетом, конечно же, обоснование должно быть более подробно. Хотя бы тезисно объяснить, почему именно вам нужно дать грант. И, как я говорил, мы анализируем ваши заявки. В этом месте мы стараемся найти какие-то доводы в пользу вашей заявки, почему-то она хороша и достойна того, чтобы победить в конкурсном отборе. Свет не о софинансировании по проекту. Коллеги, очень прошу. 20% софинансирования от общей стоимости проекта. Есть целый класс ошибок, когда 20% указывают от суммы гранта. И тогда при пересчете это получается 16%, а не 20%. Формально это не соответствует 550-му постановлению и, соответственно, вы получаете замечание. Укажите стадию реализации проекта. Добавилось, здесь видите, уточнение пришло. Мы добавили описание с конкурсной документацией, что такое проектирование, что такое пилотирование. Потому что, чтобы люди не, если вдруг конкурсную документацию прочитал вчера, чтобы не вспоминать, соответствует моему проекту, лишний раз прочитали. Потому что эксперты будут уточнять, действительно ли у вас проект находится на стадии проектирования или пилотирования. А на втором этапе, после первоначального рассмотрения грантового комитета, у вас будет разный состав документов, в зависимости от того, на какой стадии реализации проект находится. Если вы ошибетесь с пилотированием или проектированием, здесь эксперты могут это заметить и на уже экспертной оценке уточнить ее. Но, скорее всего, так как есть некоторое время ожидания, рассмотрения, вы, чтобы не терять это время, будете формировать комплект документов и просто не по той стадии будете его писать, столкнетесь с трудностями, а потом еще и переписывать придется. То, про что я говорил, про тематику грантового комитета, сейчас их нет, соответственно, грантовых комитетов, поэтому тематических грантовых комитетов ставите нет, спокойно проходите. И вот та самая форма, где надо было загрузить документы, скан бумажной заявки на четыре страницы с печатью, подписью и датой, с датой, печатью и подписью вашей организации, руководителя вашей организации. Сейчас скан этого документа загружать не надо. Мы работаем с юристами, мы работаем с разработчиками портала, для того, чтобы как-то добавить артефакт подписи на справку. Как только эта задача будет решена, то справку в бумажном виде мы тоже планируем не требуем. Это какой-то уже следующий релиз. Я сейчас должен на звонок, я прошу продолжить и по итогам собрать все вопросы. Я до последнего вопроса планирую ответить. То, что не успеете ответить, чтобы мы их увидели в общенном виде. Коллеги, тогда я уже подключусь в режиме видеоконференц-связи, продолжу участие. Сейчас вы должны перейти на звонок. Спасибо еще раз за участие. Тогда на все вопросы, которые у нас возникнут, мы ответим и ждем тогда следующего вебинара, где уже расскажем по деталям. То, что с людьми говорили по всем изменениям в конкурсной рекомендации. Да, я анонсирую в конце, что у нас. Спасибо. Итак, с прошлым решением продолжим. До загрузки презентации заявки на ИПГУ. Этот слайд показывает, потому что он правильный прием вебинара. Изучить конкурсную рекомендацию. Это очень важно. Но сейчас ответим на вопросы на все. Вот Владимир Харченко спрашивает по поводу счастливых сроков в этапах. Итак, до заполнения заявки изучить конкурсную документацию. Особое внимание обратить на требования к участию в заявке, раздела 4, 5, 6. Включая требования к презентации. Доработанная презентация должна в структуре содержать всю информацию в соответствии с пунктом 6, 2, 1 конкурсной документации. Просто копируете его, раскрываете и по каждому пункту, чтобы было что-то написано. Входит несколько шаблонов в интернете. И да, тот шаблон, который выложен на сайте Airfreight в разделе конкурса, форма документов. Там есть примерный шаблон презентации. Его можно использовать, но по 6, 2, 1 нужно себя все равно проверять. Потому что всю конкурсную документацию в шаблон не добавить. И мы сознательно в конкурсную документацию шаблон презентации не включали. По предыдущей процедуре, по предыдущей конкурсной документации, если презентация была не по шаблону, поменяли местами какие-то слайды, такая заявка подлежала отклонению. Мы изначально решили, что отклонять за, если какое-то отступление от шаблона не будем. Но тем не менее, все разделы в явном виде должны быть указаны. 6, 2, 1 смотрим попунктно. Все, что там написано, все должно быть указано. Нет информации, лучше напишите заголовок, напишите нет информации. Необходимо, чтобы информация, презентация соответствовала информации в заявке, в данном случае в полях ДПГУ. Наименование проекта, наименование решения, сумма гранта, общая стоимость реализации проекта, доля софинансирования, сумма и процент, сроки реализации проекта, источник софинансирования. Желательно подробно раскрыть источник. Да, есть три варианта. Вы можете написать собственные средства, но собственные средства организации имеются в виду, потому что софинансирование возможно только за счет средств российской организации. Кредитные средства и инвесторов. Как только вы пишете средства учредителя, то тут же появляется желание написать замечание, потому что физическое лицо не может быть. Но это не то же замечание, а действительно, если это физическое лицо хочет стать, выступить, так сказать, источником софинансирования, такое софинансирование будет принято. И, видите, я вычеркнул в заявке, потому что заявки уже в бумажном виде не будет, но справка, печать подписи, дату у полномоченного должностного лица. Если это не генеральный директор, то тогда загружаем доверенность. В случае, если есть такие организации, уставом вашей организации печать не предусмотрена, то тогда желательно, когда доверенность загружать, загрузить документ, выдержку из устава, или какого-то другого нормативного документа, о том, что у вас печать не предусмотрена. Если мы видим без печати, мы звоним, спрашиваем, уточняем, просим, для того, чтобы все гладко прошло, заранее об этом позаботьтесь. И проверить по чек-листу. Чек-лист тоже в формах документов размещен, там 41 пункт, проверьте себя. Топ-10 ошибок в заявке и презентации. Я по ним пройдусь, потом отвечу на вопросы. То есть, первое, неверно указаны сроки проекта. То есть, допустим, у нас по 550, да, будет выложена презентация, по 550 постановлению по направлению разработка длительность проекта не более 18 месяцев. Если вы допишите, допустим, пишете, что у вас срок начала 1 июля 2022 года, а заканчивается 1 января 2024 года, это 18 месяцев плюс один день. Таких немного, как правило, тут 30 месяцев, 136, есть 5 лет, которые указывают. И, соответственно, вижу комментарии от Петра Васильева, что мало 18 месяцев для полноценной разработки, возможно, но грантовая поддержка предназначена для тех проектов, которые находятся в высокой стадии готовности. И ведь та же самая доработка, когда она на стадии уже пилотирования, то есть доработанный продукт уже испытывается, за 18 месяцев вполне реально закончена. При прочих равных грантовая поддержка отдается, конечно, тем проектам, которые более готовы, потому что они раньше выйдут на рынок, они более актуальны нынешнему положению рынка, и задача моего портозамещения будет лучше соответствовать. Софинансирование, ну, здесь я уже сказал, что 20%, если вы, да, спасибо за огонек, когда я вижу огонек, я понимаю, что говорю что-то важное, и надо будет проговорить это более тщательно, и на следующих вебинарах тоже. Софинансирование, здесь я говорю, прям беда. Наверное, из, сейчас у нас около 600 заявок, все суммарным итогом накоплено, мы рассмотрели более 400 заявок. И сейчас двигаемся хорошим темпом, в общем-то мы выходим, получим заявок в неделю, мы рассматриваем. Поэтому, если вы вводите, вдруг получили замечание и подаетесь еще раз повторно, то срок ожидания примерно в районе 10 рабочих дней. Данные в заявке не соответствуют информации в презентации. То есть, разное наименование проекта. Очень забавно, когда, тоже два таких случая было, когда заявка и проект поданы на бланке одной организации, но наименование другой организации. Потом дошли до той другой организации, там тоже перепутали. То есть, судя по всему, один и тот же коллектив готовил две заявки, перепутали бланки. Прошивку один проект, плюс один день, к сожалению, к сожалению, да, если превышается даже на один день, на 17 месяцев, 550-е постановление, делает такой проект не по делу. Может быть замечательно, каким угодно, но мы не сможем. То есть, про третий пункт, софинансирование по проекту в целом и по этапу. Вы пишете на слайде, когда вы календарный план график пишете, вы должны указать финансирование и софинансирование по этапам, стоимость этапа. Если вы напишите процент на этапе, мы вам благодарны, это точное выполнение того, что мы хотели бы. А если вы напишите общую стоимость проекта, да, это общая стоимость всего проекта. Не надо ничего накидывать, ничего докладывать. Вот стоит у вас 100 миллионов проекта. Не менее 20 миллионов должны быть ваши, не более 80 миллионов должны быть грантовые. Объем софинансирования мы считаем от общей суммы проекта. И на слайде, где вы календарный график, укажите и сумму софинансирования, и процент. Это позволит нам, как бы, более, может, даже и не будем перемножать, делить и высчитывать. Потому что в процессе вычислений сходится, выясняется, что софинансирование по этапам плавает. По каждому этапу не менее 20 процентов. Требуем конструктором. Проревнование, стадию реализации проекта для нас это важно. Обоснование необходимости грантовой поддержки. Очень обидно видеть в чатах комментарии. Ну, вот у меня там несколько замечаний. Ну, и как всем, типа, не указали ни об обосновании необходимости грантовой поддержки. Потому что это вообще самый важный пункт. Ну, с точки зрения именно диалога и публичной защиты. Потому что проектов много. И здесь у вас есть вариант указать именно почему именно вашему проекту необходимо дать грантовую. Деньги бюджетные. И грантовому комитету будет понятно, почему они направляют деньги налогоплательщиков на грантовую поддержку на вашу проекту. У вас есть на слайде обоснование, которое понятно и Столиваром, и Шахтером, и бизнесменам, которые уплатили налоги. И часть этих налогов был направлен на грантовую поддержку. Дальше пошли. В графике реализации проекта не указаны краткие описания этапов и ключевых мероприятий. Ну, тут что говорить. Если не указано, прямое требование будет. Не указаны источники софинансирования. Ну, и когда отсутствует целый раздел, особенно если это спецификация или архитектура решения, которое, в общем-то, пройти самое главное, да, где вы в стек-протоколах можете изобразить связи между модулами. Какие модули вы устраиваете, становится понятно вообще, в чем суть вашего решения. От некоторых читает это не обязательно. Или пишет архитектура на наш там сколько дизайн решения. И есть такая заявка, где в тексте, в прозе, но очень поэтично рассуждают о бирюзовых тонах интерфейса, которые планируются реализацией. Коллеги, мы переходим к ответам на вопросы. У нас есть раздел вопросы. Сейчас я с них начну, потом будем... Субтитры делал DimaTorzok